Хочешь приобрести элитный набор, а душ не хватает? Тогда советую посетить сайт ProSeller, где ты сможешь приобрести множество персонажей игры Injustice, Mortal Kombat, а также заполучить большое количество монет и душ по низким ценам и быстрой доставкой на все мобильные платформы. Все делается быстро и качественно, впоследствии чего твой аккаунт забанен не будет. На сайте недавно появились промокоды, при вводе которых вы получаете неплохие бонусы в виде 2000 душ и 1500 000 кредитов силы. Ссылка на сайт и промокоды в описании под этим роликом. Всем привет, ребят, вы на канале Стивен Геймс, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile и сегодня мы будем открывать пакеты. Именно пакеты. За 360 душ, за 70 000 монет и будем смотреть теорию выпадения алмазной карты. Выпадет ли она мне вообще когда-нибудь, либо нет. Это, наверное, будет последний ролик, связанный как-то с алмазками, хотя кому я вру, наверное, буду дальше открывать, пока алмазку не выбью. Возможно, это произойдет через 5 лет, возможно, это произойдет сегодня, посмотрим. Но сама суть того, что мне может что-то выпасть интересное, конечно же, сподвигает меня на данный поступок потратить 730 монет впустую. Ну, не 730, точнее не монет, а душ, а 720 получается, 720 и миллион 200 тысяч. Я не знаю, все ли я буду монеты тратить, но думаю, что не всем. Откроем пару наборов снаряжения до того момента, до того момента, пока мне не выпадет молот гнева. Если мне выпадает молот гнева, я это вижу, то понятное дело, что я делаю? Правильно, пытаюсь открывать набор за 360 душ и оттуда мне выпадает, скорее всего, алмазный персонаж. Я до сих пор не проверил эту фишку, потому что у меня все время не хватало монет, и когда я открывал вот эти вот пакеты за 70 тысяч, максимум, что мне выпадало, это либо новая экипировка, либо боевое снаряжение с какой-нибудь, с каким-нибудь эликсиром душ, скажем так. И это не очень круто. Да, и сюрикены тоже выпадали. Но мало-то гнева не было, в том-то и дело. И мне приходилось открывать пакеты за 360 душ, чтобы ролик был хоть немножечко интересным, и мне оттуда выпадала, как всегда, какая-нибудь шняга, по типу... Не скажу, что Эрон Блэк шняга, но все-таки, все-таки он у меня прокачан до седьмого слияния, а персонаж, который прокачан до седьмого слияния, он продается. Он просто берет и продается за меньшее количество душ, нежели ты чем потратил на этот гребаный пак. Это дикость. Да, кому-то, возможно, это сложно воспринять, потому что кто-то недавно начал только играть в эту игру. Я с этим сталкиваюсь уже на протяжении полугода, возможно, даже больше. И то, что мне выпадет алмазная карточка именно сегодня, я, к сожалению, в это не верю. Хотя должен, как бы, все-таки не просто же так я открываю эти паки, наверное. Не знаю даже, если честно, я уже, как бы, делаю это, чтобы просто сделать, чтобы открыть два пака и посмотреть на то, что мне оттуда вылетит. Чем же еще меня можно удивить? Например, Дженни Кейджем, охотником на нежить, который тоже сразу же продается. Та еще же шляпа с лезвиями. Так, ладно, хорошо, прокачиваем шляпу с лезвиями, круто. И у нас тут наручи. Может, уже молотогнева тоже мне не выпадает? По сути, ты его прокачал до десятого слияния. Смысл теперь мне выпадать молотогнева и игротка думать, зачем мне тебе его выдавать? Давай лучше выдам что-нибудь другое, более интересное. Например, драконий щит, либо дух дракона. Почему бы и нет? Все, что угодно и связанное с драконом, оно твое. Нажимаем еще раз, купить 70 тысяч монет, тратим и еще три карточки нам выпадает. Что это будут за карты? Все, что угодно, но только немало гнева. Наручи, дальше сюрикены, нет, медальон выпал. И драконий щит, конечно же, как же без него? Дальше, нажимаем на набор снаряжения, приобретаем еще один. Еще один набор снаряжения. И здесь мне выпадает сюрикены. Топор получат, что за фигня вообще? И сюрикены. Кстати, был еще один такой заход в тему того, что нужно потратить определенное количество, скажем так, монет союза, чтобы оставалось около сотни, даже меньше. И только после этого открывать наборы снаряжения и открывать наборы элитные. Давайте попробуем сейчас добить где-нибудь до 500, до 100, там вообще как получится монет союза. И только после этого я продолжу дальше открывать наборы снаряжения и наборы элитные. Возможно, что-то изменится, возможно, не изменится ничего, но зато мы это проверим. Что ж, я добил до 175 монет, это, конечно, тоже не совсем правильно, но все-таки это трехзначное число, не четырехзначное. А значит, возможно, что-то допоменяется. Не уверен, конечно, на 100%, да и, скорее всего, это ерунда какая-то, не может быть такого бага. Хотя, давайте проверим. Вдруг сейчас мне начнут выпадать молоты гнева, а если выпадать начнут молоты гнева, то соответственные алмазки тоже, возможно, будут выпадать. Но пока, как вы видите, целебные травы, это да, это, конечно, очень-очень круто и не единого молота гнева. Такое чувство, что, когда я скачивал эту игру, что-то не докачалось. Например, парочку алмазных персонажей и парочку молотов гнева в виде карточек. Потому что выпадает всякая фигня. Серьезно. Игра. Может, наконец-таки выдашь мне что-нибудь интересное? Я уже не говорю ничего о молоте гнева, ладно, но хотя бы экипировку какую-нибудь, которая у меня еще не прокачена. Зачем мне меч? Зачем мне амулет? Я трачу только монеты впустую. Получается, что так. Давайте откроем еще один набор. Меч. Дальше у нас катана и экипировка, которая у меня еще не полностью прокачена. Амулет шинока. Я прокачиваю до фула. Десятое слияние. Это что-то да значит. Это что-то да значит, я уверен. Вы посмотрите просто на него. Он даже цвет поменял. Амулет шинока. Круто. Очень круто. Так, купить еще один набор снаряжения. Да-да-да, именно купить. И что у нас здесь? А здесь у нас, как всегда, ничего интересного. Сюрикен. Плащи. И последняя экипировка. Это эликсир души. Да, это не молот гнева. Это все еще та самая ерунда, которая мне, по сути, не нужна. Монет остается все меньше и меньше. У меня максимум, сколько могу открыть? Еще четыре пакета. Если считать этот, то пять. Но, блин, мне кажется, этого будет недостаточно. Даже накопив миллион двести тысяч монет, мне недостаточно всех этих ресурсов, чтобы достать молот гнева. Чтобы он мне выплыл. И чтобы я после этого открыл, конечно же, набор элитный, где выпадают алмазные персонажи. Якобы выпадают. В моей ситуации они там, по-моему... Их там, по-моему, нет, скажем так. Топор палача. Медальон. И что у нас здесь? Перчатки скандалиста. Кстати, по-моему, в первый раз выпали. Хотя, возможно, я просто их не произносил. Произносил вслух. Поэтому так и получилось. То есть, еще раз покупаем набор за 70 тысяч. За 70 тысяч монет. Еще один набор. И тут у нас... Тут у нас тактический жилет. Но это экипировка Sony Blade. Мы ее прокачиваем до шестого слияния. Конечно, это очень хорошо. Но... Я ей особо не пользуюсь. Клинки Коба Дзюцу. Это экипировка Тани. Прокачиваем ее тоже. Клинками Коба Дзюцу иной раз пользуюсь. Как вы видите, даже Тани выбрана. Выбрана, чтобы, конечно, играть с этими клинками. И остается всего лишь два набора за 70 тысяч монет. И маловероятно, что за эти два набора мне выпадет что-то достойное. Маловероятно. Топор палача. Мне выпадает топор палача. О! Молот гнева. Так. Значит, все-таки, потратив миллион двести тысяч монет. И когда остается только лишь всего один пак. Мне выпадает молот гнева. Я, наконец-таки, добился того, что он мне выпал. И, конечно, радоваться тут-то особо нечему. Серьезно, нечему. Но после того, как вылетает молот гнева, мы все помним, что нужно делать. Открывать набор элитный. Алмазные персонажи, ждите меня. Сейчас, скорее всего, мне должна выпасть алмазка. Ну, по логике вещей. Все-таки теория, как-никак. А теория должна сопровождаться практикой. Вот мы и пробуем. Новый уровень. Это около шести штук их выпадет. Новых уровней. Три. Дальше четыре новых уровней. Пять новых уровней. И, по-моему, все. Дальше идет экипировка. Лук Шаолиня. Да, это экипировка Кунзиня. Мы прокачиваем ее до третьего слияния. Потом нам выпадает топор палача. И это у нас карточки. Как классический Рейдон Алмазка. Неужели? Это что, работает? Серьезно? Если тебе выпадает молот гнева, после ты открываешь набор элитный. Да, это работает. Это... Это работает. Ёлы-палы. Да ну нахрен. В общем, ребят, этот день, а именно, 2 августа 2017 года, мы добавляем как красный день календаря. Каждый год буду отмечать его. Чтоб в следующем 2018 году мне кто-нибудь 2 августа написал. А помнишь, именно 2 августа 2017 года тебе выпала первая алмазная карта. Когда ты проверял эту долбанутую теорию, и наконец-таки это свершилось. Теория, кстати, не долбанутая. Вы смотрите, она работает. Мол, от гнева выпал, выпала алмазная карта. Божественный гнев, когда Рейден вступает в бой, молния поражает активного противника, отнимает 20% здоровья и 20% силы. Рейден также считается представителем внешнего мира и мастером единоборств. Классический Рейден. В коллекцию, пока не пропала карта. В коллекцию. Фух. Хорошо. Я даже не знаю, что сейчас сделать. Либо открыть еще один набор элитный, либо открыть набор снаряжения. Вдруг еще раз, мол, от гнева выпадет. Я тогда открываю еще раз этот набор элитный. И мне выпадает еще одна алмазка. Вот это, я понимаю, была бы тактика. Шикарнейшая тактика. Драконий щит. Так. Целебные травы. И нет, это медальон душ. К сожалению, к сожалению, мне скорее всего второй раз не повезет. Но давайте так и быть, проверим. Почему бы и нет. Все равно уже алмазка выпала. Мне, в принципе, добиваться уже нечего. Хотя, конечно, хотелось бы другую алмазку. Но, ладно. Я хотел алмазную карточку. Я ее получил. А это означает, что правильно, что можно не париться. Все супер. Все очень и очень круто. Коллекция. Кибер-рука. Кибер-рука. Хорошо. Кибер-рука. Далее. Кольцо из кровавика. И у нас здесь кунлау-призрак. Нет, конечно, была надежда того, что мне скорее выпадет алмазная карточка. Я такой, ну раз выпала одна, возможно, выпадет еще одна. Но нет. Все-таки классический Рейден теперь имеется у меня. Где он? Вот он. Вот он. Идеален просто. Просто идеален. На моем основном аккаунте. Алмазная карта. Я тебя прокачаю, чувак. Все, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. А я дальше продолжаю любоваться.